ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже, возможно, есть подозрение, что у него габариты были выключены. То есть из-за этого его и не видно было. Пострадали два человека. Дошло до суда. Вам что, цирк, что ли, здесь я не пойму? Стартовал процессы нападений на торговые ряды Алтын. Забирают и свои деньги, и сдачу. В настоящее время на территории города зарегистрировано порядка 8 фактов мошенничества, совершенных путем подлома денег. Как и почему продавцы добровольно отдают покупателям деньги из кассы. Еще один способ мошенничества. Это и не только. Прямо сейчас. Лада 14-я модели и Шевроле Нива столкнулись на пересечении улиц Московская и Мартына Межлаука. В результате сильного удара пострадали два человека. Если водитель 14-я от госпитализации отказался, то его 20-летнему пассажиру понадобилась помощь медиков. Прибывшая на место происшествия скорая помощь госпитализировала его в больницу. О причинах происшествия Альбина Минибаева. Тот факт, что столкновение произошло на перекрестке, пожалуй, был единственным, в чем согласились оба автомобилиста. Дальше начались расхождения во мнениях. Владелец Шевроле рассказал, что двигался по улице Московской и собирался повернуть налево в сторону улицы Межлаука. Автомобиль, который ехал навстречу, он, говорит, не видел, на то считать были весомые причины. Даже, возможно, есть подозрение, что у него габариты были выключены. То есть из-за этого его и не видно было. И летел на большой скорости. Вы даже не видели на этой скорости? Нет. А какая примерно скорость у него была? Не знаю, может, 80 даже. Все эти утверждения опроверг водитель 14-й. Он отметил, что двигался не быстрее 60 км в час с включенным ближним светом фар. По его мнению, владелец Шевроле не предоставил ему преимущества, хотя должен был. Вообще говоря, что я на красный поехал. Я видел то, что еще горит зеленый свет. Я уже почти выездил на перекресток. Светофон начал моргать. Зеленый свет. Я это, получается, поворачивал налево на Межлаука и удар. Сам водитель Лада пребывал в шоковом состоянии и заметно хромал, хотя от госпитализации отказался. А вот его 20-летнему пассажиру досталось куда больше. Он ударился об лобовое головой, у него кровь, ничего там говорят. Типа, трясение, все дела. Его увезли. В итоге медики диагностировали у молодого человека ушиб грудной клетки и ссадины во лбу. По предварительной версии, виновником происшествия могут признать водителя Шевроле. К слову, его автомобиль получил минимальные повреждения, чего не скажешь о ВАЗ-2114. Восстанавливать транспортное средство, скорее всего, не имеет смысла. Альбина Минибава, Айрат Назипов, Азат Семигулин. Вызов 112. Два ребенка пострадали в результате аварии в Кукморском районе. В 11 километрах от поселка Лесхоз столкнулись Лада Калина и КамАЗ. По предварительной версии, дети не получили тяжелых травм. Они отделались ушибами. 11-летний пассажир был пристегнут ремнем безопасности. 11-месячный ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве. Их доставили в Сабинскую центральную районную больницу. Семья из четырех человек, в том числе двое детей, отравилась угарным газом сегодня в одном из домов на улице Симонова. Сообщение спасателям о происшествии поступило от врача скорой помощи, приехавшего на вызов. Детей одному в 8 лет, другому год медики доставили в ДРКБ. 43-летнего мужчину и 31-летнюю женщину госпитализировали в 7-ю городскую больницу. Предварительная причина происшествия – неисправность вытяжки газовой колонки. В Ахитовском районном суде началось рассмотрение дела о налете на торговые ряды Алтын. Напомним, в марте минувшего года 11 человек в масках ворвались в помещение и сносили все на своем пути. Пробежав по первому этажу, вышли с другой стороны, оставив после себя разруху. Динара Камалова о старте процесса. Вам что, цирк, что ли, здесь я не пойму? Представление было 17 марта и заняло считанные секунды. 11 человек в масках ворвались в помещение и крушили все на своем пути. Витрины восстановили быстро, дело до суда дошло только сегодня. На скамье подсудимых 10 человек. Одни были задержаны по горячим следам, другие явились с повинной, один до сих пор в розыске. Несмотря на собранные следствием доказательства, знакомые и близкие обвиняемых в их виновность не верят. Алтын уже отгримелся, девушка, все раздутся. Все разного возраста, с разным образованием и социальным статусом, но полицейские установили все активные участники казанской группировки «Суконка». На следствие свою вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемые признали, но в зале суда некоторые сегодня изменили свое решение. Обвиняюсь в преступлении, которого я не делал, я не совершал. Еще в процессе следствия задержанные пояснили, причиной всему стал некачественный ремонт телефона одному из участников нападения. Однако по версии следствия истинной причиной акции устрашения стал конфликт родственников одного из обвиняемых с другими предпринимателями. Группы лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений подсудимые уничтожили и повредили имущество индивидуальных предпринимателей-арендаторов помещений, расположенных в ТЦ Алтын по улице Селемжанова города Казани, причинив последним значительный материальный ущерб. Под арестом лишь половина всех обвиняемых, остальные либо под домашним арестом, или под подпиской о невыезде. Сегодня суд не учел просьб подсудимых и их адвокатов смягчить меру пресечения, и оставил все без изменения на следующие три месяца. Но в зале суда все соберутся уже через неделю, чтобы непосредственно приступить к судебному разбирательству. Динара Камалова, Константин Бушуев, Вызов 112. 27 тысяч 100 рублей похитил накануне вечером неизвестный мужчина из офиса микрофинансирования в Нижнекамске. В половине седьмого вечера он зашел в офис и, угрожая кассиру ножом, потребовал отдать ему всю имеющуюся наличность. Нападение было зафиксировано камерой видеонаблюдения. На съемках видно и лицо нападавшего. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой» и ищут подозреваемого. В связи с чем просят все, кто узнал нападавшего, может помочь установить его личность и задержать, позвонить по телефону, указанному на экране. При этом сотрудники полиции гарантируют анонимность и вознаграждение. Самый обычный телевизор может стать причиной лишения свободы для двух 25-летних мужчин. Они обвиняются в краже техники из чужой квартиры. Причем, как сами сознались, дверь не ломали. Попасть туда помог подошедший к замку ключ. Лина Зинатулина спросила подозреваемых, зачем? Взлума нет, а кража есть. В Казани полицейские задержали двух 35-летних мужчин. По версии следствия, в начале декабря подозреваемые подобрали ключи от одной из квартир. Убедившись в том, что хозяев нет дома, похитили бытовую технику. Придя домой, кражу обнаружила 27-летняя хозяйка квартиры. Девушка оценила сумму ущерба в 11 тысяч рублей. Похищение было квартиром карты. Похитив электронику, подозреваемые отправились прямиком в ломбард, чтобы монетизировать украденное. Свою вину они признали полностью. Часть похищенного, изъятой, возвращена. Оба задержанных уже не раз были судимы. Одному из подозреваемых выбраны меры пресечения в виде заключения по стражу. Второй находится под подпиской о невыезде. Лина Зинатулина, Динара Камалова, вызов 112. Приходят в магазин, кассир отдает им деньги из кассы и они уходят. В Казани участили случаи мошенничества в отношении продавцов заведений общественного питания. Расположенных в крупных торговых центрах. Там, где проходимость достаточно большая и внимание сотрудников зачастую рассеяно. Порядка 10 продавцов уже написали заявление об обмане. Сумма ущерба десятки тысяч рублей. Алина Бережная узнала, каким образом работники торговых точек добровольно дают машинникам наличность. На кадрах камеры видеонаблюдения магазина прекрасно видно. Вот якобы покупатель дает кассиру купюру в пять тысяч рублей. Продавец начинает отсчитывать сдачу. На этих съемках нет звука. Но покупатель при этом постоянно разговаривает с работником торговой точки. Задает вопросы и ждет ответа. При этом сумма покупки, как правило, не превышает 100 рублей. Об этом покупатель и напомнил продавцу, сообщив, что найдет более мелкую купюру. Разговаривать при этом не прекращает. И отвлеченный кассир, забыв, что отдал пять тысяч рублей обратно, начинает отсчитывать сдачу. В настоящее время на территории города зарегистрировано порядка восьми фактов мошенничества, совершенных путем подлома денег. Во всех случаях жертвами мошенников становились продавцы кассира торговых объектов. Общая сумма причиненной материальной ущербы превышает 40 тысяч рублей. Недоздача обнаружилась только в конце рабочего дня. Жертвами становились представители магазинов и заведений быстрого питания, расположенных в крупных торговых центрах города. Они обратились в правоохранительные органы с заявлениями о мошенничестве. В настоящее время по всем установленным фактам органов дознания возбуждены уголом дела по признаку состава преступления, предусмотренным частью 1 ст. 159 Уголовного кодекса РФ мошенничества. Полиция Казани рекомендует работникам торговли быть бдительными при операциях с наличностью, в том числе обращать внимание на признаки подлинности купюр. Мошенники часто применяют такой прием, как подлом купюр. И в случаях выявления подобных фактов советуют незамедлительно обращаться в полицию. Алина Бережная, Алла Рыкова, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин